Какова вероятность того, что я пожалею, что решила записывать видео со света, который падает мне прямо в лицо? Очень большая, но мне тут так хорошо и тепло, что я решила записать это видео здесь. Поэтому, скорее всего, все это видео вы будете лицезреть меня вот такую. Но что поделать? Это мое решение, и я несу этот крест. Сегодня я хочу обсудить пару Энтони и Кейт из Бриджертонов, поэтому, если вы фанат этого сериала, поздравляю, говорить о том, сложилась ли бы эта пара в реальной жизни. И спойлер, если вы видели короткое видео на этом канале, то нет, такой пары бы не сложились. Это дождение в реальной жизни, но сегодня я расскажу подробно, почему. Я уже говорила, что мое мнение такое, что если бы пара Кейт и Энтони складывалась бы в реальной жизни, то с Эдвиной бы им было вместе гораздо лучше, потому что у них элементарно больше общего. И мне кажется, даже сам Энтони говорил в сериале, что с Эдвиной это был бы очень легкий брак. Она бы очень хорошо понимала его, а он, соответственно, бы достаточно неплохо понимал бы ее. Но разница лишь в том, что между Кейт и Энтони возгорела страсть, и это абсолютно закономерно, учитывая их психотипы. И если вы абсолютно случайно забрали на этот канал, то меня зовут Даша, я аналитический психолог, эксперт в технологии личности, и здесь я рассказываю как раз-таки о психотипах. Если вы впервые о них слышите, это есть прекрасное, я считаю, очень скромное видео, где я разложила всю базу и теорию по психотипам, что это такое, какие они бывают, поэтому, если вы ничего не знаете, я советую остановить, наверное, это видео, пойти подсмотреть, что и вернуться сюда. У меня недавно закончился курс про психотипы и отношения, мы там с участницами как раз-таки, как завершающая их работа, был разбор Бриджердена. Мы обсуждали с ними эту тему. И я всегда говорю, что нет такой пары, которая бы не сошлась при желании обоих партнеров в этих отношениях работать и стремиться друг друга понять. И Кейт и Энтони это как раз-таки, ну, не прям диаметральные противоположности, но такие значительные. Энтони, он ощущатель с чувством, то есть он с одной стороны лидер, ему важна власть, ему важно эту всю власть захватить, но с другой стороны вспомогательная функция у него это чувство, то есть он такой очень тёплый, очень эмоциональный, такой горячий мужчина, в то время как Кейт, она совсем другая. Кейт, во-первых, интроверт, она мыслитель, да, то есть она рационал, Энтони же, так как он ощущатель, он экстраверт к слову, и он иррационал, то есть здесь первичный конфликт наступает в этом моменте, да, экстраверт и иррационал против интроверта и рационала, да, то есть кроме того, что есть непонимание в ориентации, да, ну в смысле ориентации, потому что экстраверт ориентирован на внешний мир, а интроверт на свой внутренний мир, на свой собственный свод правил, еще и есть непонимание в рациональности и иррациональности, да, там, где Энтони хочет идти против правил, напролом, действовать по-своему, хотя в этом сезоне, скорее, я бы сказала, что вот у меня дайте такое поведение, что, с одной стороны, я поступлю как должно, я поступлю по правилам, но, с другой стороны, я сделаю это так, что вам никому это не понравится абсолютно, да, то есть такое, легкая такая бунтарская нотка. Как будто бы он хочет нас обдурить и показать, что ему нормально следовать правилам, но мы понимаем, что нет, вообще ни капли. И Кейт, с другой стороны, да, которая такая вот холодная, достаточно, да, она мыслитель с интуицией, то есть достаточно такая холодная, здесь нет ни чувства, ни ощущения, то есть абсолютно другой набор когнитивных функций в ее психотипе, поэтому им очень сложно друг друга понять. Там, где у него вспышка яркости эмоций, у нее сдержанность и холодность. И, с другой стороны, именно это ее в нем не привлекает, он себе позволяет то, что она себе позволить не может, и что она даже, ну, собственно говоря, даже не знает, как себе это позволить, да, и у него то же самое, потому что он как будто бы стремится действовать в интересах своей семьи, быть таким правильным, рациональным, холодным, но у него это совсем не получается. Вспоминаем первый сезон, где у него был роман с девушкой не его социального класса, да, то есть то, что, в принципе, джентльмены того времени делали, но в целом это было достаточно сильно, как бы, ну так, осуждалось, да, поглядывалось со стороны, то есть мы понимаем, что это, ну, человек с нерациональным укладом ума, да, то есть ему важны собственные правила, собственные ценности, и вот этот весь традиционный уклад не сильно важен. И если посмотреть на Кейт, как на женщину того времени, с ожиданиями от женщины того времени, то есть быть такой покладистой, жодушкой, хотящей выйти замуж, то как раз-таки Кейт, несмотря на то, что она рациональна, она, ну, как бы, то есть как будто бы вот такими должны быть, но она очень нетипична для женщины. Потому что, по сути, ее качество, это то, что хорошо приветствовалась бы в мужчине этого времени, но он не совсем одобряема в женщине этого времени, она как будто бы не хочет замуж, ее как будто бы не интересуют вот эти все мужчины, и нет у нее даже желания как-то выслуживаться и показать себя наилучшим образом, да, в отличие от всех этих, ну, юных девиц на выданье, которые нам показывают, да, которые рассказывают, как они прекрасно играют на музыкальных инструментах, какие они начитаны, как они танцуют. Эдвина делает все то же самое, да, у нее есть весь набор качеств необходимых для того, чтобы быть одобряемой девушкой того общества. И в этом плане, конечно, Эдвина очень такой социально одобряемый, хороший выбор. Ну, я опять, у меня поиск мыслей, да, я сама иррационал, поэтому мой поиск мыслей, он уходит очень быстро и очень далеко. Так вот, Кейт. Кейт, несмотря на то, что в наше время, в нашем обществе, особенно если бы она была мужчиной, такие качества бы очень даже приветствовались. Но в женщине это прям вау, шок-контент. И, конечно, Энтони это очень привлекает. Если вы помните видео с базой по психотипам, или вы просто знакомы с концепцией психотипов, то вы знаете, что рациональные иррациональные функции, они находятся как бы на оси, да, то есть ощущение, интуиция, да, иррациональная осьность, они противоположнее. Чем больше одного, тем меньше, соответственно, другого. И эти два типажа очень друг друга привлекают, да, то есть ощущатель хочет быть как интуитный, и, соответственно, наоборот, с мышлением и чувством то же самое. Это тоже ось рациональная, тоже противоположности. И точно так же, чем меньше одного, тем больше другого, и точно так же они друг друга привлекают. То есть мыслители считают, что они должны быть как чувство, а чувство, что они должны быть, соответственно, как мыслители. Я уже говорила, что Кейт и Энтони, они противоположности, но не совсем, да, то есть потому что если бы оба были, допустим, иррационалами, то они были бы прям вот совсем противоположностями, да, но здесь это сочетание гораздо мягче. Энтони, он ощущатель, и он видит в первую очередь мышление Кейт, да, и в этом им друг с другом комфортно, потому что и то, и другое мы относим к классу мужских, патриархальных функций. Они, в принципе, достаточно неплохо друг друга понимают, да, оба такие как бы структурные, достаточно жесткие, да, а на вторых функциях чувство у Энтони и интуиция у Кейт. Это женские, что называется более мягкими, более гибкими функциями. Но, тем не менее, когда они смотрят друг на друга, что видят они друг в друге? Энтони видит в Кейт ее непокорство, ее бунтарство. Естественно, его вот это ощущение возбуждает ее интуиция, тем более, что когда мы имеем дело с интровертами, то их вторые интровертные функции зачастую проявляются сильнее, чем первые интровертные. Ну, такая вот фишечка. Вот, и когда Кейт, соответственно, смотрит на Энтони, она, мы знаем, интровертный мыслитель, то есть достаточно холодная, достаточно сдержанная, а Энтони взрывной и эмоциональный. Поэтому Кейт из своей холодности видит в нем чувство, видит в нем эмоциональность, да, видит яркое проживание эмоций. То, какой она считает, она должна быть. И вот это такой перекрестный огонь получается, в котором они улавливают то, что их друг в друге восхищает, но при этом это не напрямую. То есть, когда в одной комнате, в одном помещении находятся люди на совсем уж противоположных стихотипах, да, то есть ощущатель, например, с интуитом или мыслитель с чувством, они хотят быть, как каждый из них, да, они восхищаются, но при этом, так как это одна ось, чем больше одного, тем меньше другого, максимальный уровень непонимания у них возникает, да, и за счет этого может быть очень много конфликтов. Здесь же такого нет. И поэтому такой союз, он проще, но одновременно с этим абсолютно нет у них сходства, да, то есть их ведущие функции не пересекаются вообще ни в чем и никак, поэтому понять друг друга здесь достаточно сложно. Если бы это была пара такая в реальной жизни, у них бы начались очень сильные конфликты. Например, Энтони бы не хватало от Кейт тепла, да, ему бы хотелось больше физического, скорее всего, контакта, ему бы хотелось больше прикосновений, больше эмоциональности и так далее. Кейт это дать, ну, соответственно, не может. И, соответственно, Кейт хотелось бы от Энтони больше структурированности, он очень взрывной, очень эмоциональный, и ее бы это очень раздражало, и она бы чувствовала себя небезопасной, и из этого было бы достаточно много конфликтов. И точно так же бытовых. Энтони бы ожидал от Кейт, от своей жены, что она будет такой хозяйственной, да, готовить, умирать, воспитывать детей. Она бы этого, скорее всего, в реальной жизни не делала, потому что ее интересы лежат в другом поле. Она была бы, скорее всего, карьеристкой, ей бы важна была ее свобода и финансовая, финансовая больше всего, но и свобода от быта, в то время как Энтони бы хотел видеть свою жену именно как такой трэдвайв, да, традиционной женой. Во вселенной Бриджертонов этот союз хорошо работает, потому что она не выполняет эти роли, да, Кейт, у них есть прислуга, у них есть кухарки, у них есть, да, все те, кто ведут хозяйство, и даже своими детьми люди этого времени не особо-то сильно и занимались. Что у них есть самое главное? У них есть эта эмоциональная вспышка и восхищение друг другом. Скорее всего, вот в этих конфликтах, ну, в которых бы люди находили бы какую-то проблему в реальной жизни, они просто даже там не пересекаются, да, то есть здесь, ну, скажем так, бытовой финансовый вопрос очень много проблем закрывает. Но я говорила, что Энтони бы было очень комфортно с Эдвин, потому что Эдвина — интровертное чувство с интроверным ощущением. Если мы посмотрим на их психотипы, это абсолютно то же самое, но свопнутое, да, наоборот. И поэтому уровень понимания здесь просто огромный. Плюс ощущение считается традиционно... Старс, не отсюда. Плюс ощущение считается традиционно мужской когнитивной функцией, я уже говорила об этом, да, что у нас есть такие функции, которые считаются а-ля мужскими, но просто потому что это такие социально одобряемые нормы поведения, которые мы видим у мужчин, да. Помним, что Юнг жил совсем в другое время, сто лет назад, другие были нормы. Естественно, в современном мире с современной головой мы не считаем, да, что мужчины склонны иметь только мужские когнитивные функции, а женщины только женские. Это бред. Соответственно, даже на примере этого разбора мы видим, что это не так. Вот, но тем не менее, да, просто вот если мы говорим про традиционные роли, тем более, что это как бы бриджертоны, да, такой сеттинг у нас немножко про как бы традиционность, да, консервативность и так далее, то здесь бы союз был очень комфортный, потому что Энтони громкий, яркий мужчина, лидер, завоеватель, кулаком по столу, вот эта вот вся история, да. Эдвина, она интровертное чувство, чувство у нас традиционное, опять же, женское, потому что мягкое, податливое, эмоционально, эмпатичное, но Эдвина действительно, она такая, да, она интровертное чувство, она очень эмоциональная, эмм, с экстравертным, возможно, ощущением, возможно, с энтуицией, я бы сказала, с ощущением, потому что как будто бы вот у нее очень, эм, такая ориентированность именно на семейность, на домашность, по крайней мере, из того, что нам показали. Она хочет семью. Она хочет семейный чак, и мы знаем, что ощущатели, они именно такие, очень down to the earth, да, очень такие земные, очень им нравится вот это вот все такое, да, то есть у нее нет желания, как будто бы вот такой легкости, свободы и так далее, нет, ее, в принципе, ей нравится это все такое, да, земное, семейное и так далее, вот. И поэтому Энтони и Эдвина сошли бы просто легко, идеально. Так и было в сериале. Они очень быстро нашли общий язык, просто за секунды. Но чего там не было, там не было вот этой вспышки, челленджа, да, в понимании друг друга, того, что было с Кейт, потому что Кейт, она просто очень сильно, ну, скажем так, как принято сейчас говорить, триггерила Энтони вот этой своей какой-то непокорностью, своим бунтарством, своей холодностью. В то время Экадвина, она такая же, как он, но в юбке, что называется, да, просто более женская версия его, точно такая же эмоциональная, теплая. И поэтому они довольно легко, довольно комфортно сошлись. В жизни бы такой паре было бы очень легко. Они буквально об одном и том же, они хорошо понимают друг друга, они выдерживают традиционные, классические мужские, женские роли. обоим здесь это, ну, достаточно важно, им это нравится, им нравится такая игра. И тут это всех устраивает. У них бы не было конфликтов, ну, как бы, конечно, у всех бывают конфликты, но таких каких-то суперярких бы не было. И в этой паре единственное, чего бы не хватало, это легкость, да, какой-то, потому что нет здесь интуиции, это можно исправить легко, можно добавлять какие-то спонтанные свидания, спонтанные поездки, да, чтобы чуть-чуть было больше легкости, потому что оба такие земные, и, ну, отношения могут стать немножко слишком предсказуемыми, да, и вот может хотеть-то чуть больше, да, яркости, эмоциональности. Ну, с другой стороны, эмоциональности там хватает более чем, потому что нет, опять же, в такой паре мышления, соответственно, да, то есть, потому что есть у обоих чувства, то есть нет мышления. И поэтому такую пару, с другой стороны, может немножко уносить на эмоциях, на эмоциональных качелях. Но я думаю, что в этом случае бы такого не случилось. Опять же, если мы говорим про сайтинг Риджертонов, потому что Эдвина очень воспитанная леди, знает свое место, и, скорее всего, в таком контексте они бы не особо общались, я думаю, даже с Энтони, но как бы, ладно. Вот, поэтому единственная проблема, которая могла быть в такой паре, что может быть слишком эмоционально, если есть какие-то ссоры, то можно носить на эмоциональных качелях, но, с другой стороны, им это может и нравиться, опять же, да, такая игра. Поэтому вот это единственный нюанс, да, который в такой паре могут быть. Чрезмерная эмоциональность и невозможность посмотреть холодным взглядом со стороны на свою проблему, да, и в таком случае хорошо бы было внедрять какую-нибудь парню и так далее, и может не хватать немножко легкости. Но, с другой стороны, это как Эдвина чувства, Энтони, он такой эмоциональный ощущатель, возможно, как раз-таки с импульсивностью какой-то, да, все было бы в порядке в этой истории. Но то, что такой паре в жизни было бы легче, это 100%. Они бы изначально легче бы сошлись, да, там были какие-то нюансы, но у кого их нет, они бы как-то это выясняли. В то время как в реальной жизни у Кейта Энтони была бы проблема в том, что им было бы очень сложно сойтись, потому что они очень плохо изначально понимают друг друга, да, очень разные когнитивные функции, по ним абсолютно нет пересечения, поэтому тут бы было очень много конфликтов, потому что там, где Энтони земной, конкретный, да, Кейт более такая абстрактная, больше про свободу, он больше про здесь и сейчас, она больше про идеи, про свободу, про легкость. Я уверена, если бы нам ее больше раскрыли, показали бы это, но мы даже в сериале видели, что у Кейт была идея, да, вот это вот выведет замуж, от виду и самой уйти в закат, и она настолько сильно к ней приросла, что даже не видела, что происходит конкретно здесь и сейчас в моменте, да, то есть она не могла это осознать, потому что настолько сильно была одержима своей идеей. Вот здесь был бы конфликт, да, что она настолько идет со своими какими-то идеями и даже не видит, что происходит вот здесь в моменте, Энтони же наоборот, он настолько здесь в моменте, что он не видит глобальной картинки, и вот конфликт мышления и чувства, то есть Энтони Бакет оказался слишком холодный, да, но в этой ситуации конкретно здесь его это как бы так, да, завело, потому что это челлендж, да, это возможность захватить, ну, как бы, так скажем, некрасиво новый объект, да, в виде Кейт, вот, и, соответственно, он это и делает, он ее добился, да, то есть захватчику-ощущателю, это как раз вот то, что нужно, поэтому, делая вывод, нет такой пары, которая бы не могла сойтись, видите, и у той, и у другой пары есть свои плюсы и минусы, да, то есть Энтони с Кейт, это более такая зажигательная смесь, да, они друг друга заводят, они друг другу бросают челлендж, им это, ну, такая своего рода игра, она им интересна, и если мы убираем бытовой аспект, бытовых каких-то вопросов, карьеры и так далее, там, где чаще всего возникают конфликты, то вполне себе клевая получается пара, да, потому что вот это все, вот этот весь быт, за них решают другие люди во вселенной Биджертонов, и если мы берем пару Энтони и Эдвины, тоже классная пара, они легко сходятся, они сразу кликают, они хорошо друг друга понимают, там все легко, просто на подхвате, и все, что им не хватает, в принципе, опять же, сеттинг им закрывает, потому что в этой вселенной постоянно баллы какие-то, это вот как раз та легкая спонтанность, социализация, они не так часто, они заперты 24 на 7 в одной квартире, у них огромные поместья, они бы встречались так чинно отужинать, отобедать и так далее, и как-то решали бы свои вопросы, поэтому в этой вселенной, таких каких-то бытовых обычных конфликтах, которые бы возникли у обычных людей, их просто нет. В реальной жизни, опять же, и у той, и у другой пары есть свои преимущества, потому что, да, кейс Энтони было бы изначально тяжелее сойтись, и на первых этапах отношения им было бы сложнее выстроить коммуникацию, пришлось бы приложить гораздо больше усилий, но зато потом они бы закрывали друг друга все то, чего им не хватает, да, то есть Энтони, он больше такой взрывной и импульсивный, и вот Кейт бы ему давала вот это мыслительское спокойствие, холодный взгляд со стороны, и его бы успокаивало, и одновременно с этим, ну, так как Энтони очень земной, очень здесь и сейчас в моменте, Кейт бы ему давала такое более глобальное, в виде ее картинки, да, и наоборот, да, там, где Кейт очень холодная, Энтони бы давал ей чувства и эмоции, а там, где она очень такая идейная, он бы ее немножечко заземлял, что тоже очень здорово, да, они друг другу бы закрывали такие потребности, которые сами себя закрыть не могут. Но если бы мы брали Энтони и Эдвину в реальной жизни, они бы очень легко сошлись, они бы очень легко нашли общий язык, они бы легко наладили бы все, что такое, да, домашнее, земное, карьерное, у них бы это очень легко все получалось, но возникали бы проблемы уже потом, спустя годы в отношениях, да, потому что становилось бы немножечко скучненько, немножечко обыденно, да, потому что никто из них не может внести в ней интуицию для того, чтобы дать легкости, да, и им бы приходилось это брать извне, да, добавлять себе какие-то там спонтанные свидания, поездки, но я об этом уже говорила, и никто из них не может внести мыслительскую нотку, да, вот этой холодный голос разума, и тут бы могли возникать со временем конфликты, обидки и так далее, потому что есть вероятность, что они бы просто не высказывали бы эти вещи, не обсуждали бы, они бы копились, копились, потом бум, взрыв, да, но и это решаемо через терапию, через то, чтобы учиться вместе разговаривать о том и проговаривать проблемы, так что все решаемо, все вопросы решаемы, главное знать, в каком направлении, соответственно, идти, и на этом я буду это видео заканчивать, мне тут уже капец как нагрело солнце, я вся пропотела, не самое все-таки было удачное решение, но я надеюсь, что видео вам понравилось, я буду и дальше делать разбор пар из Бриджертонов, потому что впереди новый сезон, самая интересная пара это Колин и Пенелопа, естественно, я тоже их буду разбирать, потому что я прочитала книгу, и мне абсолютно точно не нравится Колин, так что обсудим обязательно этого персонажа, ну, а вы пишите, какая пара вам больше нравится, Энтони, Кейт или Энтони и Эдвина, конечно, предполагаю, что Кейт, потому что всем нравится эта пара, мне очень интересно теперь посмотреть на них в новом сезоне, как они будут раскрываться, как они будут влиять на, ну, счастье друг друга, потому что лично мне в трейлере Энтони показался очень счастливым, вот так много улыбается, то есть чувствуется, что как будто бы Кейт дала ему вот немножко вот этой интуитской свободы, да, которая ему очень помогла, ну, снять груз какой-то ответственности из себя, что ли, да, вот, ну и пишите, про что вам было бы еще интересно, напоминаю, что у меня есть канал о психотипах в Телеграме, ссылочку я оставляю в описании, переходите, я там чаще и больше обсуждаю, ну и с Майя я запустила киноклуб, на него я тоже оставлю ссылку, тоже заходите, читайте, смотрите, я там делаю обзоры, например, в Майе у нас обзор Марвел, мы будем обзирать Железного Человека, потом Тора, потом, по-моему, Гамора Человека-паука, но это не точно, я уже и не помню, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки, вы все знаете лучше меня, вы давно сидите на Ютубе, была рада с вами пообщаться, пишите, что вы думаете, я на тему психотипов могу говорить долго и нудно, в общем, всем хорошего дня и увидимся в следующих выпусках.